История, о которой с нами поделились сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому округу, началась со звонка пенсионерки жительницы Видного, якобы от подруги семьи. Я взяла трубку, мне сказали, что произошла авария с моей подругой. Она получила небольшие телесные повреждения, у нее губа и два ребра. Псевдознакомая также рассказала, что вторая участница аварии получила серьезные травмы. И чтобы замять инцидент, попросила у пенсионерки полтора миллиона рублей, якобы на операцию. Я же пенсионерка, вы знаете, что пенсионер, откуда у меня много денег. А мы, говорит, сколько есть, только и набираем. Вот. А потом мы вам отдадим. Имеющиеся в наличии 140 тысяч рублей женщина передала курьеру. При этом разговор по телефону продолжался. А дальше она говорит, а у вас это самое, может быть, деньги есть в Сбербанке? Я говорю, да, гробовые есть. Пойди с ними, говорит, мы вам отдадим эти деньги. Только через какое-то время. Женщина отправилась было в банк, но на выходе из подъезда поделилась сложившейся ситуацией с консьержкой. Она говорит, ты что, дура, что ли? Только ты снимешь деньги, они тебе оглаушат, возьмут деньги и уйдут. А тебя, в общем, на тот свет отправят. Женщины позвонили в полицию и сообщили о произошедшем. В дальнейшем все действия проходили под контролем стражей правопорядка. Ты меня слышишь, да? Что тебе туда положить-то? Что у тебя еще нет? Заявительница передала муляж денег пришедшему к ней таксисту. Полицейские проследили за ним, а затем задержали в Балашихе получателя наличных. Им оказался 30-летний житель Подмосковья. Я искал какую-то подработку, наткнулся на группу. Вот, и там было написано, прием наличный. Ну, я связался. Мне объяснили, что нужно будет из точки А в точку Б доставить, и все. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максим Козлов, Гульнар Абалаева, Видное ТВ.